Как Марго Савчук, обычная девушка, стала одной из первых инфопредпринимательниц и дошла до запусков на 300 миллионов рублей? Почему путь Марго Савчук сильно отличается от многих инфопредпринимателей и что каждому из нас стоит взять пример с Марго Савчук? Как Марго росла через партнерство и через то, что продавала только те продукты, в которых развивалась сама как эксперт? И, конечно же, как совмещать в своем блоге несколько ниш и при этом быть абсолютно органичным экспертом. Сегодня разберем на примере Марго. Приятного просмотра! Но для начала давайте познакомимся. Меня зовут Ася, я эксперт и наставник по монетизации соцсетей. И благодаря коучингу помогаю переходить к осознанным счастливым результатам и трансформациям мышления. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить видео, которые полностью перевернут ваше сознание и восприятие продаж, рынка, монетизации соцсетей. Давайте начнем с истории Марго Савчук. Я тот человек, который непосредственно сам воочию видел ее рост. Я на нее подписалась в тот момент, когда у нее было еще 3000 подписчиков. Марго прошла просто невероятный путь и сейчас является одним из лидеров рынка в плане обучения по духовности и по заработку в соцсетях. На заре инстаграма Марго начинала вести блог для себя. Она там рассказывала про то, как она худеет, про свою продуктивность, про тренировки, про питание. Со временем ей стала интересна монетизация блога и она начала составлять различные рационы питания, соответственно программы тренировок. После этого она занялась выпечкой тортов и неплохо начала на этом зарабатывать. То есть она пекла там по 5-10 тортов в день, еще учащись в школе и на первых курсах университета. В университете она училась в высшей школе экономики. Параллельно с этим она понимала, что ее экспертиза очень сильна в монетизации блога. Все, рядом со мной успели все походить, все поговорить, все нормально. Марго всегда отличалась своей открытостью и искренностью в блоге со своими подписчиками. Она всегда показывала жизнь как есть и у нее был свой уникальный стиль, который отличался просто от всех. Ее сториз можно было отличить от кого угодно вне зависимости от цветов и оформления. То есть она очень подробно, очень искренне раскрывает свои ценности как личность и ведет свой блог очень качественно, всегда погружает в контекст своей жизни. И на каком-то из этапов она начала монетизировать свой блог через инфопродукты. Первыми этапами шли чек-листы, гайды по профессиям, насколько я помню, еще почему-то врать не буду. То есть это были какие-то такие примитивные маленькие продуктики за дешевую стоимость, в которых Марго там раскрывала какие-то маленькие темки, связанные с заработком, с экономикой, с маркетингом. После этого она начала запускать уже более крупные проекты. Она запускала проект по обучению дизайну в партнерстве с другим экспертом, непосредственно как раз-таки асом в нише дизайна. Она запускала партнерские проекты с такими людьми, как Надин Серовский по заработку опять же в социальных сетях. Но это все все равно были достаточно мелкие проекты. Она даже составляла определенные методологические презентации для крупных компаний по продаже определенных продуктов. Все изменилось в момент, когда она встретила двух сильнейших партнеров в своей жизни. Первый партнер был Данил Матухно, очень известный человек. Тогда он был маркетологом, сайтологом и человеком, который разбирается в автоворонках. Второй сильный партнер в жизни Марго это Вания. У нее одна из крупнейших духовных школ в России. И кажется, два партнерства, два вида продуктов, которые плохо с собой коннектятся. То есть один продукт очень твердый, очень экспертный, очень материальный. Это инстабосс, курс, который в партнерстве Даня с Марго сделали. И продукт очень духовный, очень про высокие вибрации, про высокие знания. У Вании это духовная школа и все, что с ней связано, там различные курсы по духовности. И Марго была тем связующим звеном, который и в инстабосс приводила большое количество трафика и большое количество учеников за счет лояльности подписчиков в ее блоге. И к Вании в школу духовности, несмотря на то, что у них была там уже своя аудитория, Марго через свой духовный путь, через то, что Вания стала ее учителем, через то, что она интересовалась духовностью сама, с легкостью и радостью и без проблем продавала продукты о духовности через свой путь. То есть она не была экспертом на этих продуктах, она продавала, как бы будучи партнером Вании, продукты Вании у себя в блоге. Это такая партнерская модель. То есть в случае с инстабоссом и Данией она сама была экспертом в кадре и рассказывала, как классно вести блог, чтобы с него зарабатывать. В случае с Вании она была партнером, который просто продает продукты другого человека, при том, что она сама как бы кейс этих продуктов и она сама имеет результаты с духовности в своей жизни. Инстабосс в данный момент на рынке один из самых масштабных проектов по заработку в соцсетях, наряду с инстологией от Саши Митрошиной. Духовная история одна из самых сильных духовных школ. Марго прекрасно совмещает и эту мягкую нишу, и эту твердую нишу, и при этом не возникает такого состояния и впечатления, что блог превратился в кашу, и непонятно, о чем Марго вещает. За счет чего? За счет того, что Марго сама проходит очень серьезные трансформации в обеих из этих ниш. Ей самой откликается и интересна каждая ниша, и она органично интегрирована в ее жизнь. То есть Марго как каждый день там делает духовные практики, учится и развивается в этом направлении, показывает это, показывает, транслирует свой путь. Так и как эксперт по бизнесу, как эксперт по уницизации соцсетей. И за счет вот этой своей уникальной манеры, про которую мы ранее с вами говорили, того, что она очень классно умеет держать людей в контексте своей жизни. То есть она всегда транслирует, что по сферам своей жизни у нее происходит, к чему она идет. То есть она прям подходит к блогу как к настоящему сторителлингу. В книге сториномика есть поподробнее информация на эту тему, как вообще это делается. И то есть она вокруг своей личности настолько грамотно выстраивает личный бренд, что по сути становится неважно, что ей в блоге продавать. Люди готовы купить все только из-за ее личности и погруженности в нишу, в которой она продает продукты. И в какой-то момент блог Марго рос-рос-рос и остановился на цифре 600 тысяч подписчиков. И все вот, ни туда, ни сюда. То есть она какую-то рекламку иногда закупала, отписки перекрывала, но масштабно как-то не продвигалась. И встает вопрос, как можно делать такие крупные запуски, 100 миллионов, там 200 миллионов, 300 миллионов, там 500 миллионов, имея одну и ту же аудиторию из года в год, из месяца в месяц. Потому что все-таки, когда аудитория не обновляется, становится сложно продавать. И Марго тот уникальный фномен, тот уникальный человек, который умел всегда из потока поток поддерживать интерес к одному и тому же продукту за счет доработок этих продуктов, за счет углубления отношений со своей аудиторией. И вот только сейчас, спустя буквально 2-3 года, она начала заново заниматься своей медийностью. И сейчас вот она буквально за несколько месяцев набрала 200 тысяч подписчиков через рекламу. То есть, конечно же, это миллионы рублей, это огромный бюджет. За счет чего к ней формировалась лояльность? Она дружила со всеми топами рынка, то есть там с Сашей Митрошиной, там еще с какими-то ребятами. То есть она с ними общалась. И таким образом, в том числе, мы подтверждаем свою экспертность, когда общаемся с топами в своем рынке. Конечно же, она постоянно транслировала, что она развивается, учится. И это в том числе давало такую опору в аудитории, что у нее еще можно купить тем, кто не прогрелся до этого. И в чем же, по сути, заключается воронка? То есть у Марго, по сути, всего лишь 2 основные площадки ведения своей деятельности. Это Instagram Stories конкретно. Очень редко она пишет посты в ленту и очень-очень редко выкладывает Reels. И Telegram канал, где она делится более такими глубокими душевными штучками. Но, опять же, про Telegram канал мы знаем такой момент, что если в него не вкладывать деньги, если его за деньги не продвигать, бесплатно он продвигаться не будет. Или, опять же, если на лояльную аудиторию на других площадках про этот Telegram канал не рассказывать. И у Марго, кстати, был единственный опыт запуска продукта без партнерства. Это продукт по монетизации Telegram каналов, по созданию Telegram каналов и по выстраиванию там воронок. То есть, в принципе, продукт по Telegram каналам, который тоже был очень успешный. Она тогда заработала около 40 миллионов рублей, насколько я помню. При том, что сейчас ей 24-25, то есть она молодая. В чем же заключается воронка Марго? То есть, по сути, раньше ее там находили в интересном, находили какие-то ее классные посты. Вот у меня была такая же история. Переходили, подписывались в блог, потом проваливались в ее очень интересные, очень глубокие, очень нестандартные сторис, в которых она прям тебя соприкасает с собой как с личностью. Но при этом, в отличие от случая с Даней Волк, она это делает очень мягко, очень нативно. Там практически нету вот каких-то таких жестких продаж. Понятно, что в окно продаж, там они показывают кейсы, и показывают продукт, и рассказывают про продукт. Но это все в такой какой-то ненавязчивой форме. И вот мне лично, как человеку, который придерживается понимания об экологичных продажах, видео есть на моем канале, что это такое, мне ее подход всегда был очень близок. И я прям вижу, что люди, которые со мной на одном вайбе, и знают о Марго Савчук, им она тоже, как правило, нравится. Понятно, что у каждого блогера есть разные периоды. У меня были тоже периоды, когда я от нее отписывалась. Но это уже про какие-то внутренние процессы, и про отзеркаливание мира того, что происходит внутри нас. То есть мы иногда смотрим на другого человека, и он нам зеркалит какие-то наши внутренние процессы, которые мы не хотим замечать, не хотим воспринимать, и не хотим их видеть. И уже в этих сторис она просто филигранно продавала все эти продукты. Мне кажется, она была одна из первых на рынке, кто вообще, в принципе, начал внедрять такое понятие, как прогревы, не в плане как названия, а в плане делать эти прогревы интуитивно. То есть она, ее сторис, там, не знаю, много лет назад, это был просто образцовый пример прогревов, хотя тогда еще такого понятия даже не существовало. Ну и, соответственно, через прогревы, как правило, она ведет на бесплатный вебинар. То есть есть анкета предзаписи, человек ее заполняет, попадает на вебинар, на вебинаре открываются продажи на продукты по самым выгодным ценам, окно продаж закрывается, открывается окно продаж в блоге, в блоге она уже активно начинает прогревать к продукту, люди покупают, продажи закрываются. То есть Марго все время продает по системе запусков, за исключением каких-то редких случаев, когда она там один раз консультации продавала и еще что-то. И у нее эта воронка, несмотря на то, что она супер обкатанная, несмотря на то, что ей все эксперты практически пользуются, очень-очень хорошо работает. Кстати говоря, и Саша Митрошина в свое время пользовалась с такими воронками, у меня есть разборы и ее ситуации на канале, и Саша Белякова тоже. В общем, интересная ситуация про Дубай. Мне сказали, что нельзя снимать на штатив, то есть на телефон, пожалуйста, себя, пожалуйста, но конкретно, чтобы на Blue Waters снимать, я вот на этом острове красивом дубайском, мое любимое место, я здесь обожаю гулять, встречи назначать. И чтобы здесь снимать, нужно специальное разрешение письменное. Вот я сейчас пойду в офис, попрошу почту, на которой мне нужно запросить это разрешение. Думаю, к выходу этого видео я уже получу это разрешение. Ну, короче, это не проблема. Вот, поэтому пока я снимаю на руку. Итог. Чему мы можем научиться у Марго Савчук? Как у такого вот кита, рынка, который на рынке давно, который, по сути, стал основателем этого рынка. Одним из основателей, пусть интуитивно, пусть не намерена. Первое, это, конечно же, понимать, в чем ваша сила. То есть Марго в какой-то момент поняла, что ее сила — это блогеры, это лояльные отношения с аудиторией, это медийность какая-то, да. А при этом она умеет доносить экспертность, умеет доносить ценности. Но у нее нет там, не знаю, какой-то одной глубокой экспертности, которую она бы могла учить людей. Что она сделала? Она заключила сильные партнерства. И, по сути, если так посмотреть на весь трек развития Марго, то, что очень круто, она всегда умела заключить сильные партнерства и дать ценности своей стороны в плане аудитории, в плане медийности, в плане каких-то результатов. Потом, чему мы можем получить свою Марго Савчук? Конечно же, ведение в сторис и тому, по каким принципам она выстраивает отношения с людьми в сторис. Это 100% тоже, да. Рука устает ужасно. 100% тоже, да. То есть, вот это вот именно ее подход к сторис, подход к работе над контентом. Очень хорош и очень заслуживает внимания. Ну, собственно, чему она и учит сама, как эксперт на инстабоссе. Конечно же, еще мы можем взять пример с Марго в плане совмещения разных ниш в одном блоге. Она классный пример того, что если вы совмещаете несколько разных ниш, это нормально, и вы можете совмещать продукты из разных ниш. В этом ничего нет такого. То есть, экспертность мы можем иметь в разных нишах, иметь разный продукт. Как, допустим, у меня сейчас в планах сделать твердый продукт по ютубу, по умунитизации соцсетей. И более мягкий продукт, но он все равно хардовый и твердый по коучингу, самокоучингу и развитию мышления, самопрограммированию. Ну и, конечно же, Марго для меня пример женщины, которая очень мягкая, очень легкая, очень воздушная, и при этом имеет, офигеть, какие крутые результаты, покруче, чем у очень большого количества мужчин. И в этом плане тоже у нее 100% есть с чему поучиться, и классно находиться в ее поле, и заряжаться вот этой женской, такой легкой энергией. Я благодарю вас за просмотр. Ставьте лайк, если вы вычленили что-то новенькое для себя, решили что-то попробовать после разбора Марго Савчук. Обязательно не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить будущие полезные видео. И обязательно напишите, разбор какого инфопринимателя вы бы хотели увидеть в следующем на моем канале. До встречи в новых видео. Пока-пока.